МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОЗА И ПРОТИВ Особо опасные. Более 82 грамм эфедрона. Жители Моглёва распространяли наркотики в Бобруйске, чем оборачивается Даркнет. Сплав акробатики и циркового искусства. Ансамбль «Мечта» стал победителем республиканского фестиваля. Выдержали патриотизм не только в самом номере, но и в костюмах. Что удивило жюри. А также рост пенсии, базовый счет и ближайший уикенд. Март принесет в жизнь белорусов список изменений. Каких? Референдум 2022 прошел в соответствии с законом. Такое заявление сделали наблюдатели, в том числе и международные. В этот день 78,63% белорусов, внесенных в списке, не остались в стороне. За изменения выступили свыше 65% против чуть больше 10%. За почетом голосов наблюдала и наша съемочная группа. На часах ровно 20.00 участки для голосования закрывают свои двери. Республиканский референдум завершен. Осталось подвести итоги. Международные эксперты посещают 30-й участок, общаются с комиссией и наблюдателями. Интересуются ходом всей электоральной кампании. От досрочного голосования до основного дня. Контроль за подсчетом бюллетеней и правильностью оформления протоколов тоже в их компетенции. Мы видим, что голоса не проходят в соответствии с нормами избирательного кодекса Республики Беларусь. Нарушение в городе Бобруйск к нами не зафиксировано. Все происходит в соответствии с законодательством. Я думаю, что жители Республики Беларусь, жители города Бобруйск, где мы сегодня работаем, каждый имел возможность высказать свою позицию по правам Конституции. Я уверен, что многие это сделали. В списках 2252 жителя. Сначала члены комиссии гасят неиспользованные бюллетени, отрезают левый угол и упаковывают отдельно. Секретарь объявляет, испорченных бланков нет. Следующий этап – подсчет досрочного голосования. Вскрывают и урну с бюллетенями тех, кто голосовал на дому. На этот участок поступило 33 заявки от Бобруйчан. Достаточно активный в этом году поток людей, что на досрочное голосование, что сегодня, в основной день референдума, хочется отметить хороший процент явки. Тем временем, на 33-м участке приступают к подсчету бюллетеней, использованных в основной день. Бланки раскладывают на три стопки – «за», «против» и «недействительны». Голосование прошло в спокойной обстановке, без каких-то эксцессов, без каких-то напряжений. Комиссия сработала четко. Особая активность на нашем участке прошла во время досрочных голосований. Примерно 45 процентов. По предварительным данным ЦИК, в республиканском референдуме приняли участие 78,63 процента граждан. Новый проект Конституции поддержали свыше 65 процентов. Отметку «против» поставили чуть больше 10. Прошедшая неделя показала белорусы за порядок, законность и процветание. Сейчас надо еще раз внимательно после подведения итогов проанализировать ход этой электоральной кампании, посмотреть на все те вопросы, которые, может быть, не находили полного отражения в нашем законодательстве, и приступить к подготовке изменений дополнений, в первую очередь, в избирательный кодекс Республики Беларусь. Республиканский референдум 2022 – четвертый в истории независимой Беларуси. Первый прошел в 1995-м. Тогда в нем приняли участие 65 процентов граждан. В 1996-м свою позицию выразили 85 процентов жителей. А в 2004-м явка превысила 90 процентов. Каждая электоральная кампания проводилась путем всеобщего, свободного и тайного голосования. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Продавцы несчастья. В Бобруйске задержаны наркокурьеры, которые распространяли психотропы. На виртуальной наркомарке 42-летний мужчина и девушка работали около двух месяцев. Пара оставляла закладки и в Могилеве. Действуя в составе организованной преступной группы, они приобрели и с целью сбыта хранили по месту жительства и в тайниках почти 158 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП и более 82 грамм мефедрона. Жители областного центра, как сообщается, сами употребляют наркотики. Возбуждено уголовное дело. Налоговый платеж, финансовые услуги и золотая рыбка. В Беларуси с 1 марта вводится запрет на лов в щуки, сколько заплатят браконьеры. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Трудовые пенсии увеличатся на 6%. Связан перерасчет с ростом средней зарплаты по стране. Поднимутся и другие виды выплат. По возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Всего из бюджета выделят свыше 16 миллиардов рублей. Все граждане смогут открывать себе базовые счета в банках, но только в учреждениях с долей государства более 50%. У владельцев появится возможность бесплатно получать определенный набор финансовых услуг. С начала календарной весны вводится запрет на лов щуки. Ограничения действуют до 15 апреля. Исключение – Витебская область. Там сроки немного сдвинуты. Штраф – до 960 рублей. В некоторых случаях нарушение влечет уголовную ответственность. До 31 марта некоторым физлицам нужно будет подать декларацию о доходах, а внести деньги не позднее 1 июня. Оплачивать налоги лучше онлайн и не в последние дни. К слову, теперь можно обращаться в любую инспекцию. Привязку к месту жительства убрали. Белорусов ждут длинные выходные с 5 по 8 марта. Но 12 числа придется отработать. При этом суббота будет сокращенная на 1 час, так как понедельник 7 непосредственно предшествует празднику. Тем, кто трудится не на полную ставку, рабочий день тоже сделают короче. В Могилевской области снизилась заболеваемость респираторными инфекциями за неделю на 39%. Меньше болеть стали как взрослые, так и дети. Активно в регионе идет вакцинация от коронавируса. Полным курсом приявилось свыше 58% населения. Продолжается и иммунизация среди подростков. Антиковидный укол сделали 10 тысяч юных жителей. Медики в очередной раз подчеркивают важность вакцинации. Вирусы с пандемическим потенциалом, с ними лучше не бороться. Лучше просто попытаться принять то, что в принципе дает общество. Дети получили уже достаточно прививок еще до коронавирусной инфекции. И все живы благодаря этому. И сформировали иммунитет к инфекциям, которые раньше в принципе были достаточно опасными. И дети от этого умирали. В Бобруйске одной дозой привито 132,5 тысячи взрослых и больше 2 тысяч подростков. Бустерную вакцину получили свыше 13 тысяч человек. Сейчас для иммунизации используют китайский Синофарм и российский Спутник Лайт. Новинка красного пищевика стала лауреатом международной премии Прот-Экспо. В копилке кондитерской фабрики «Бронза» конкуренция в российской столице развернулась нешуточная. Там свои бренды представили без малого 3000 производителей. Так чем уникален желейный мармелад? Ольга Васенда продегустировала виноградную улитку. Виноградная улитка от красного пищевика – лауреат международной премии Прот-Экспо. В номинации «Лучший продукт 2022». Новинка не содержит искусственных красителей и ГМО. В составе – патока, сахар, пектин. Плюс натуральный сок в 100 граммах – 320 калорий. Были отмечены вкусовые качества не только жюри, но и потребителями, которые участвовали в дегустациях. Вообще весь ассортимент мармелада пользуется у нас очень большим спросом. Но все-таки есть фавориты, которые явно выделяются на фоне всех остальных. Это виноградная улиточка. В ассортименте кондитерской фабрики свыше 30 видов мармелада. Среди желейного популярен также иньянь, вишневый, клюквенный и мультифруктовый. Абсолютный хит – апельсиновые, лимонные, грибфрутовые и дольки лайма. Еще одна полезная сладость продается под маркой «Верри Берри». Рецептура которого была разработана сотрудниками Академии наук по продовольствию совместно с Минздравом. Это мармелад с витаминами Е, В1, В2, В6, который предназначен специально для детей детского, школьного и дошкольного возраста. Только в месяц «Красный пищевик» производит около 350 тонн мармелада. В год реализуется свыше 3300 тонн сладости. Как в Беларуси, так и на экспорт. Продукция отгружается в Грузию, Канаду, Казахстан, Россию, Эстонию. География поставок – 11 стран. Одна из последних новинок – пряный мармелад. В основе только натуральные ингредиенты – морковь, имбирь, гибискус, апельсин. Сейчас сладость продается на развес в фирменных магазинах. Производственные мощности фабрики позволяют изготавливать более 20 тысяч тонн продукции в год. Зефир, дрожжи, ирис, конфеты, халву и пастилу. Ольга Вассенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Патриотизм и мастерство в одном флаконе. Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта» завоевал первое место на республиканском фестивале искусств «Ети Кидз». Популярность коллективу принесла авторская постановка «Беларусь – это мы». Её особенность – сплав акробатики и циркового искусства. Артисты привезли три чемпионских кубка и полсотни золотых медалей. Выдержали патриотизм не только в самом номере, но и в костюмах, и в фонограмме, которая сопутствовала нашему номеру. И завоевали не только первое место, но ещё и отдельный приз от жюри. Руководитель ансамбля Рината Колодинская награждена благодарностью за эстетическое воспитание подрастающего поколения, индивидуальный подход и высокий профессионализм. В уникальном коллективе 42 юных таланта в возрасте от 6 до 15. На днях акробаты привезли ещё 35 медалей с чемпионата мира. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»